без лишних слов перед вами лучшая бюджетная игровая гарнитура 2023 года это айо графит погнали понимаю что хочется услышать все и сразу поэтому предлагаю тезисно пройтись по всем пунктам итак звук к моему удивлению он действительно хорош плотные и умеренные низкие хорошая середина и детализированные верха шикарное позиционирование в играх и приличная громкость качество идеально ровная строчка мягкий наполнитель внутри и тактильно приятная эко кожа хорошая сборка и металлический каркас дизайн вроде бы привычной расцветки темное и светлое но со свежим взглядом добавление цвета а ля тиффани это пушка и попадание прямо в сердечко микрофон чистый и качественный звук без шуток ощущение что с ними можно даже без проблем и стримить ну и конечно же цена 3490 рублей в общем однозначно рекомендую к покупке но это если кратко но теперь обо всем подробнее начнем с того что же это за бренд такой ай о на самом деле полное название ай о бай ред square и вот тут вот уже вопросов меньше как я понял это суббренд red square который занимается разработкой бюджетных игровых девайсов в целом концепция интересная учитывая текущий курс доллара и особенно конкурентов гарнитура графит это первый продукт и на удивление отличный поговорка 1 блин комом тут не сработало но не обошлось и без компромиссов в частности речь про упаковку если ты смотрел видео с распаковка этих ушей то наверняка уже видел мои первые впечатления коробка мягко говоря бюджетная да и комплект поставки минимальный с другой стороны такой подход мне даже близок ведь все средства вложены в продукт внутри помимо гарнитуры ты найдешь краткую инструкцию по эксплуатации переходник разветвитель с четырехполосного джека на два трехполосный и пакет в котором собственно и поставляется гарнитура чуть не забыл микрофон тоже в комплекте просто уже из коробки вставлен в графиты в общем есть все необходимое но без излишеств и дабы не затягивать предлагаю сразу же перейти к звучанию как и сказал самом начале графиты по звуку мне очень зашли у них плотный умеренный бас чистая ровная середина и небольшой еле заметный акцент в верхних частотах проще говоря звук тут не на три с половиной тысячи рублей она все 67 без шуток графиты звучат лучше и чем fifine h6 и даже лучше чем хавиты я говорю про h2002 и про 2008 д обзоры тоже есть на канале рекомендую ознакомиться причем тоже h6 от fifine подключается по юсби а графиты как и h2008d подключаются по трех с половиной миллиметровому джеку то есть звук наушников вы можете дополнительно прокачать докупив в будущем внешнюю звуковую карту касаемо тестов и замеров мы на студии тестировали новинку на двух стационарных пк подключали напрямую сразу в материнку так и через внешнюю звуковую карту и даже с макбуком мы гарнитуру проверили результат примерно одинаковый вот общий график а чеха если кратко резюмировать то это одни из самых ровных наушников с точки зрения звучания что вообще есть на рынке в этом бюджете низкие частоты крайне сбалансированы проще говоря бас есть и он довольно упругий и плотный но если ты басофил и любишь раскатистые басы чтобы прям все вибрировало в ушах то тут уже придется подкручивать эквалайзер либо в системе либо с дополнительным по преимуществ у таких низов сразу несколько во первых ты слышишь музыку и в целом всю аудио информацию такой какой ее задумал автор или разработчик игры во вторых в играх условные взрывы гранат или шаги слышны намного четче в то время как в наушниках и гарнитурах с преобладающим басом нижние частоты заглушают середину собственно все остальную аудио информацию ровная середина это залог успешной общей звуковой картины нет эффекта бочки и гулкости звука а условная перезарядка выстрелы и иные звуки в средних частотах слышны максимально детально верха же у графитов чуть приподнят и в результате эти частоты ощущаются более ярко сделано это аккуратно и никаких негативных аспектов я не заметил еще раз повторю что в случае с ее графит звук отличается от фактической цены подобные наушники со схожим звучанием стоят опять же порядка 6 7 тысяч рублей и ты не поверишь но и со сборкой и даже с материалами у ее графит полный порядок оголовье и амбушюры выполнены из приятной и довольно качественной эко-кожи по ощущению она отличается от большинства бюджетных гарнитур в графитах она будто бы еще и немного прорезинена что ли короче приятно респект единственное что про долговечность материала я ничего вам сказать не могу так же как и про взаимодействие с потом очевидно что летом ваши уши будут потеть ведь это все-таки эко-кожа а сменных тканевых в комплекте нет с другой стороны ценник 3500 рублей ожидать допом тканевые амбушюры ну не приходится надеюсь что ребята меня услышат и начнут продавать тканевые амбушюры хотя бы отдельно том же озона по строению уши полноразмерные то есть ухо полностью помещается в чашу и не касается внутренней стороны у меня с этим проблем опять же не возникло благо толщина амбушюр достаточно и около 17 миллиметров материал внутренности амбушюр мягкая пена с еле заметным эффектом памяти в общем распрямляется она не сразу а вот наполнитель в оголовье более упругий это обосновано опять же комфортом благодаря такому решению на макушку новые иошки не давят даже спустя три часа проверено в кс-2 в конструкции крепления чаш ребята ничего нового не изобрели это стандартные байероподобные вилки которые собственно и держат чашу единственное что отверстие здесь необычный в остальном касаемо например регулировки запас здесь более чем достаточный и пару слов про то как же ощущается эта самая регулировка у большинства бюджетных гарнитур внутри постоянно что-то гремит и болтается графиты же это прям новый уровень собрано все монолитно и даже регулировка по осям не имеет того самого пресловутого люфта ну и отсечки как же четко они ощущаются и звучат согласись ни одни другие уши и бюджете аж до 7000 рублей не имеют подобного качества по крайней мере я про такие уж и не в курсе а и о мое почтение забавно а и мою ну и конечно же я не могу не отметить дизайн наконец-то хоть кто-то решился на эксперименты опять же графиты это одна из немногих гарнитур где нет чисто черного и чисто белого вместо белого тут пастельно-бежевый нежный цвет а вместо черного темный оттенок в сочетании с серым ну а бирюзовые акценты это безусловно любовь за дизайн твердая пятерка кстати напиши в комментариях как тебе дизайн этих ушей будет очень интересно узнать твое мнение а теперь пару слов про микрофон если что то эта часть записывается прямо сейчас на микрофон а и графит так вот звук здесь чистый и без искажений из минусов да нет поп-фильтра на конце критично ли это да не совсем но лучше чтобы в фильтр все-таки был я прямо уверен что стоит он для производителя копейки надеюсь что в следующей ревизии ребята исправят этот нюанс кстати микрофон модульный хочешь используешь устройство как гарнитуру и общаешься с друзьями и тиммейтами в диске и стримишь а если нужны просто наушники то отсоединяешь микрофон и получаешь полноценные уши которые даже к телефону подключаются опять же все проверено только вот сколько проживет эта модульная система и сам микрофон покажет лишь время касаемо кабеля у графитов это еще один респект я уверен что ты меня понимаешь если хотя бы раз использовал бюджетную проводную игровую гарнитуру либо бюджетные проводные игровые наушники ведь у них зачастую толстый дубовый и тяжелый кабель который фиг распрямишь а если на этом кабеле расположен еще и дополнительный пультик который также тянет вниз это просто ужас так вот у а ее графит все наоборот до кабель средней толщины и даже в тканевой оплетки но насколько же он податливый легкий ты не представляешь во время игры и тестов ты его попросту не замечаешь да это прозвучит странно но это один из лучших если не лучший кабель среди всех проводных наушников до пяти тире 7000 рублей но и без недостатков не обошлось во-первых кабель не модульный то есть заменить его в случае чего просто так не выйдет нужно будет паять ну и второй недостаток это отсутствие регулировки громкости на самих ушах но с другой стороны лично мне например удобнее регулировать звук напрямую в системе чем отдельно в системе и отдельно на наушниках или гарнитуре короче тут все на твой вкус и цвет 50 на 50 кому-то может не зайти отсутствие rgb подсветки вот у тех же фи файн она например есть только учитывая что фи файн подключаются по юсби и у них есть встроенная звуковая карта то есть как-то изменить или улучшить звук у китайских наушников у вас не выйдет зато есть rgb подсветка у графитов подсветки нет зато звук можно круто прокачать из явных преимуществ которые на поверхности это доставка за один день гарантия целый год и техническая поддержка от ребят из айо в общем полноценный официальный продукт в россии со всеми плюшками ну и еще раз цена три тысячи четыреста девяносто рублей согласись ну супер сочное предложение и я понимаю что ты можешь отнестись к этому обзору скептично мол как-то все очень круто получилось не считая коробки и комплекта поставки во первых да я действительно очень рад что на рынке россии появился новый конкурентоспособный бренд да еще и с таким крутым продуктом ну а во-вторых всегда тебя призывал и призываю смотреть несколько источников и перепроверять информацию но в итоге это лучшая бюджетная игровая гарнитура или же наушники если убрать микрофон с ценником до трех с половиной тысяч рублей причем самое интересное что это лучшая гарнитура не только в россии сазона но и даже среди конкурентов из китая с алиэкспресс но понравился ли этот обзор и сами наушники слышь гарнитура тебе напиши обязательно прямо сейчас об этом внизу в комментариях но меня по-прежнему зовут арсений ты был на канале игроман покупай правильные и проверенные игровые девайсы и унесет с тобой уже совсем скоро в следующем видео пока